Село Сағыз от Рауской области до недавнего времени было известно благодаря одноимённой команде КВН, чемпионам молодёжного юмористического проекта и снятому ими сериалу. Но на выходных это село потрясло Казахстан своей жестокостью. В массовой драке местных жителей были тяжело ранены пять человек. Один мужчина погиб. Не справившись с эмоциями, конфликтующие стороны прибегли к огнестрельному оружию. В ночь 30 на 31 октября в нашу больницу санавиация доставила троих раненых. Двое в тяжёлом состоянии в отделении нейрохирургии. Состояние стабильно тяжёлое. У обоих открытая черепно-мозговая травма. У одного из них ранен левый глаз. Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Для этого нужно закончить лечение. Местные жители сообщили, что потасовка произошла между двумя издавна конфликтующими районами. Территория посёлка, как в 90-х, условно поделена на зоны, которые живут по своим законам и не жалуют пришлых. Самое страшное, что для сельчан такой трагичный исход не является чем-то удивительным или необычным. И неблагополучным село вроде тоже назвать нельзя. Работа есть, рассказали нам местные. Это не первый случай. У нас такие происшествия повторяются. Народ к этому уже привык. Когда-то давно мужчины разделили село на три района – Шанхай, Совхоз и Урталык. Именно этот случай связан с парнями Шанхая и Совхоза. Молодёжь трёх районов рождует между собой. Не знаю, что именно они могут поделить. Нельзя сказать, что это от безделья. Работа у местных есть. Просто это менталитет местных мужчин. Они разделяются и так друг с другом дерутся. По словам сельского Акима, в этот раз в драке принимали участие взрослые мужчины. На протяжении всего дня я, как журналист, задаюсь вопросом, что должно было случиться, чтобы семейные люди, воспитывающие детей, решили таким кардинальным способом выяснить отношения. Точная причина конфликта теперь уже будет оглашена после окончания следствия. Участвовавшие в потасовке взрослые люди в возрасте 30-35 лет их даже молодыми называть не хочется. Все госпитализированные имеют семьи и дети. У погибшего осталось пятеро малышей дошкольного возраста. Он был зарегистрирован как самозанятый. В региональном департаменте полиции нам сообщили, что дело находится на особом контроле у их руководства. Сейчас в посёлке действует усиленный режим. Обстановку удалось стабилизировать за счёт того, что улицы населённого пункта постоянно патрулируют полицейские. Это, наверное, название и деление, придуманное сельчанами. Официально районов в Шанхай, Орталык и Совхоз нет. В селе работает опорный пункт, есть сотрудники, то есть кадровых проблем в Сагазе нет. Сколько человек задержано? Было ли у стрелявших разрешение на оружие? Информацию нам не дают, ссылаясь на тайну следствия. А вот вопрос, кто и как собирается решать проблему того, что молодёжь с Агыза живёт по законам улиц, уже, скорее всего, риторически. Сабина Тургаева, Тимирлан Уртаза. Специально для Студии 7.